Ну что, под конец недели я проснулся с мыслью о том, что я опять ничего не снял. Совесть мучает, все мучает. Ну, соответственно, вышел на балкончик, как обычно, проверить влагу. Видно центры, не видно, пробки, высота волны и прочее, прочее. Стройки, стройки тут круглосуточные идут, шумные. Но, опять же, зато вижу, что пробки кругом. Цветы йочки, цветы йочки, что-то захерели совсем. Не знаю, что с ними нужно делать. Ну и пора на работу. А что на работу? Если пробка на центральной улице, соответственно, мне сейчас светит долго-долго трамвай. Ну, соответственно, сейчас добираться мне сейчас недалеко. Первая встреча у меня на Марине. Вот сейчас ненадолго в адрес забегу, встречусь, поговорю. И потом поеду в центр, в даунтаун. Это я пока ожидаю клиента. Ну что, в даунтауне, как обычно. Эта дорога займет, ну, минут 30, наверное. Ну, если я не сижу, я обычно стою. Когда я стою, я смотрю по сторонам. По сторонам смотришь всегда одно и то же. Машины, автострады, виллы, стройки, стройки, стройки. Город активно строится. Небоскреб за небоскребом. Старые домики, вернее, которые недавно все приведены в порядок. Отличная стройка, красивая внутри. Плюс они все стоят на канале. Канал прекрасное место для прогулок. Это еще одна тема моя до следующего года. Что нужно переезжать в даунтаун. Ну, все, сейчас уже ближай к работе. Новый день. Новая рубашка. Места все те же. В этом виде, знаете, с рюкзаком, с компьютером, в кроссах. Чувствую себя каким-то американским. Знаете, как они там эти самые, которые несут благою весть. Сейчас как-то некомфортно мне надо. Хотя бы рюкзак сменить, но у меня там комп валяется. Ладно. На улице сейчас плюс 30. Классно, комфортно. Все-таки пятницы, народу нет. Практически здесь как бы, ну, если мусульманское население, то до 14 часов не работает. После 14 тоже не работают. Поэтому пятница прекрасный день, когда можно заняться своими европейскими делами. Ладненько на свет. Сейчас вернусь. А вот наступила суббота. Наконец-то. Сейчас дойду до дома. Что-нибудь расскажу. Ух, я борода торчит как-то. Выходной день. Дошел до барбершопа. Проснулся буквально. Там же состояние никакое. Не понимаю. То ли, видимо, понимаешь, что в субботу, воскресенье можно расслабиться. Поэтому как-то не собираешь себя в таком полусобранном состоянии. Что-то в воздухе витает. Не знаю. Хотелось бы верить, что я что-то снял. А ничего не снял за эту неделю. Поэтому сейчас буду спать и засасать. Ну что ж, welcome back. Кому нравятся наши выходные посиделки. Хотел выйти на балкон. Что-то как-то там слишком шумно. Поэтому посиди в гостиной. Ну что, как я сказал, хотелось бы верить, что я что-то снимал. Я пытался, честно. Но ты понимаешь, что либо отвлекаешься, либо мысли о чем-то другом. Плюс такой достаточно напряженный рабочий режим. Когда, в принципе, я понимаю, что то, что сейчас я вот в таком состоянии, вообще никакой, ну, наверное, усталость. Окей, ну, к этому тоже нужно привыкнуть. Но зато теперь я ценю субботу, воскресенье. Я понимаю, что это полностью мои дни. Хотя я, как бы, пытаюсь залезать в WhatsApp проверять, почту проверять. У меня несколько ящиков почтовых. Ну, как-то понимаю, что ждет до понедельника, что лучше сейчас ответить. А есть моменты, когда я так, просто бесит. Думаю, что, блин, 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 надо вот это ответить. Тогда я спокоен. Не то, что бесит, а вот прям где-то что-то скребется. Ну, вот, это мое. Ну, правда, по вечерам четко. Девятнадцать часов наступило, к примеру, или ближе до двадцати. Ты понимаешь, что можно поужинать, залипнуть в YouTube, залипнуть Netflix, Netflix и прочее. Плюс какие-то у меня до сих пор подписки остались яндексовские. Поэтому что-то смотрю. Смотрю самое-самое разное. Если YouTube, ну, на этой неделе, конечно же, тема, это был ураган, который должен был вообще просто что-то, что-то в итоге так пш-пшик. Но зато там смотришь на карту какого-то там восточного побережья, смотришь, там город Санкт-Петербург есть. Забавно. Тут даже какую-то женщину-ютюбера нашел, которая там показывала все, как это происходит русскоязычно. Достаточно интересно. То есть жизнь других, это, в принципе, интересно. Но, знаете, вот, допустим, чтобы смотреть ее или кого бы то ни было каждый день, изо дня в день, ну, не, неинтересно. То есть YouTube хорош тем, что можно скакать. Плюс вот эти алгоритмы YouTube тебе начинают накидывать. Мне вечно накидывает, конечно, то. Вот сейчас он кидал мне ураган, думаю, окей, мне надо уходить. Потом начинается дизайн, думаю, нет, от этого тоже нужно уходить. Вот, потом вдруг на Машу Миногарова попал. Ну, только Машу Миногарова знаю, а ее программа позавчерашней новость ржачная. Ну, то есть я не знаю, может быть, это не всем подойдет. Мне нравится. Мне нравятся ее гости, потому что, ну, одно дело, когда ты видишь этих людей, говорящих на свои профессиональные темы и так далее, другое, когда они приходят к ней, то, как она ведет, то, как она ржет, подкалывает и так далее. Ну, то есть прекрасный язык, начитанный человек, очень интересные темы, в том числе, знаете, она там новодергивает из Инстана незапрещенной, из ТикТока и так далее, самые разные, там, допустим, фейковые загары, ну, неважно что. Ну, кому интересно, посмотрите, ну, достаточно, достаточно интересно. Живой язык, быстро, смешно, порой у меня, да, ну, не утром, утром я не хочу. То есть, когда, допустим, нужен какой-то фон, я ее включаю, и это забавно. Что-то узнаешь, что-то просто информативно интересно. Плюс тут вдруг мне неожиданно попала какая-то программа «Жизнь на Мадейре». Ну, это как люди переезжают куда-то, начинают там жить, то у меня Таиланд, то Мадейра. В принципе, интересно, то есть, как риэлтор я узнаю многое, плюс, ну, не знаю, может быть, мне это нравится. Мадейра великолепна была, Португалия была великолепна, Италия, Южная Италия, наверное, просто люблю Италию, плюс Греция. Ну, в Греции, не знаю в силу чего, там нет интересных влогеров, ну, мне не попадались. Ну, либо у меня просто свои впечатления о Греции, потому что Грецию я люблю, это такая галочка, что хорошая христианская страна, прекрасные люди, прекрасный, ну, не зимой, но прекрасный климат, очень красиво, и горы, и море, и какие там заливы. Афины люблю, Эвию люблю, остров, ну, то есть, такая галочка, что хотел бы я провести там, к примеру, пенсию, я же про пенсию-то всегда, я думаю, о своей пенсии, ну, наверное, да, потому что я понимаю, что вот эти цикады, оливковые рощи, оливковые деревья, пусть там порой где-то кипарисы, ну, как красиво все это, ну, ну, тихо, наверное, скучно, не знаю, Греция моя любовь, она так и останется моей любовью, вот, ну, это, короче говоря, в Ютубе что попадается тут, периодически, знаете, если, допустим, какую-то страну начинают риэлторы продвигать, она у вас постоянно выходит, вот на Мадейру почему-то у меня много получилось, тут еще и Таиланд, Таиланд мне вообще сыпется во всех варианах, либо пенсия в Таиланде, либо купить квартиру в Таиланде, либо риэлторы делают обзоры квартир, в принципе, интересно, интересно сравнить, кто как строится, с какой скоростью, какие квартиры сдаются, что с ними делают, ценник, дизайн, планировка, где они стоят, то есть я другим взглядом на Паттаю, к примеру, посмотрел, хотя понимаю, что совершенно не то, что мне бы нравилось, к примеру, там нет какой-то красивой природы, там нет красивого моря, но тем не менее, когда смотришь Мадейру, там потрясающий Атлантический океан, он настолько свирепый, потому что, блин, жить на острове, до свидания, ну и, конечно, знаете, там нужно учитывать медицину, прочее, 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 вот здесь вот живешь, думаешь, не дай бог, что случится, никто же не поможет, либо помогут за очень-очень большие деньги, вот, ну это так, это про то, что я смотрю, что еще я смотрел, интересно, ну, наверное, больше ничего не посоветую, из фильмов, а вот по фильмам было как-то, а, ну, про ураган я вам и говорил, неинтересно, просто, знаете, опять же, ураган, то есть я смотрю, я понимаю, что это Южные Штаты, если чуть выше там подняться и Оклахому, в Оклахоме я проходил стажировку, каких-то много-много лет назад, как-то было, я была такой же юный, 300 лет тому назад, помните, Буратино, Рина Зеленая, вот, как черепаха, вот, ну, короче говоря, там постоянно ураганы, торнадо проходит, и вот эти вот домики ниф-ниф, наф-наф-нуф-нуф, их просто сносят, и тут я смотрю, то есть они все это укрывают какими-то самоделищными средствами, на центральной площади привозят мешок, они мешки набивают, все это, ну, как-то, ну, когда ты понимаешь, что у тебя каждый год такое происходит, ну, как-то странно, но, опять же, это в частных домах, что касается больших билдингов, нет, я смотрю, допустим, девушка показывала где-то, потом я ему помогу, в какой-то из таких быстрых сетей, что там просто все ставни закрыли, балконы закрыли, все, не работают, сидят дома, и у тебя ничего не происходит, поэтому это только проблема, наверное, вот, небольших домов, где крыши срывают, вот, на самом деле они построены, ну, блин, какие-то такие слабые каркасники, наверное, из-за этого это и происходит, при этом они должны страховые, вернее, страховые им выплачивать, но, к примеру, дома, которые стоят в зонах, вот, с такой вот опасностью, там, где, допустим, если в Майами, южнее, там, где острова, там же очень высокая страховка за это, потому что все понимают, что тут волна прошла, тут торнадо прошел, тут просто ураган прошел, и, соответственно, все это разрушается, поэтому страхование домов достаточно высокое, поэтому непонятно соотношение всего этого, вот, ну, ну, ладно, вот, видите, вспомнил, случайно про свое пребывание в ВВВ, в ВВВ, в Оклахоме, славный штат, а, нет, я даже не, там, Оклахома, это штат, а я проходил стажировку в Талции, такой милый, милый, тихий, спящий городок, ну, приятные впечатления, если бы была когда-то возможность туда приехать, наверное, я бы заехал в Таосу, посмотрел, классный город, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк совершенно свободен, Майами, нет, с Майами очень интересные впечатления, связанные, скажем, там, пару раз, наверное, были, совершенно мне как-то город не зашел, все это то, что вам показывают на картинках, вернее, то, что нам показывают на картинках, это одно, в жизни это как-то все, ну, не так, не так, вот, ладно, короче, Netflix, что я смотрел забавно на Netflix, биф, говядина, мясо и так далее, корейский сериал, очень интересно, забавно, хорошо снято, интересно, про монстров, я вам говорил, монстры, это братья Мененбесы, в прошлом влоге я вам говорил, достаточно интересно, плюс сейчас документалка вышла, плюс случайно зацепил документалку французскую про... одну из самых богатых женщин, а, Леляна Гетанкур, и тут вдруг выходит сериал, итальянский, якобы это ремейк какого-то британского сериала а-ля Золотой Искатель, как же он называется? Буквально недавно, на этой неделе вышел, на Ди начинается... Короче, коротко перескажу, вы все равно все не смотрите то, что я говорю, вернее, ну, к счастью, если нет времени, неинтересно и так далее, но сериал оказался захватывающим, там порядка шести или семи серий, смысл такой, что молодой аферист влюбляет себя в женщину, которая лет на тридцать старше его, то есть ему тридцать, ей почти шестьдесят, ну, тут очень интересно, во-первых, люблю итальянских актеров, они реально играют, и ты понимаешь, что ты веришь, плюс вот то, что у меня не со всеми фильмами происходит, многие фильмы ты смотришь, то есть то, что на экране, то, что у тебя вообще не цепляет, то есть ты смотришь, как снято и так далее, и тут ты понимаешь, что снято красиво, но вот эти все переплетения того, что происходит, ты сопереживаешь им, и ты понимаешь и его мысли, и ее мысли, тут плюс несколько различных, как бы, это не сценарий называется, ну, короче, переплетения разных, блин, ну, наверное, линии сценария, там, сценарные линии переплетены, ну, короче говоря, это очень интересно, то есть как ее семья борется, что они выясняют, и, в принципе, интересно, как это все заканчивается, то есть вот переживаешь за это, что куда стапы понесло, вот, так что это интересно было, о чем это я? о том, что я сейчас пойду кушать? я как и собирался, если захожу во всякие наши white rose, или что там, spinners, все такое разное теперь, сейчас покажу, наверное, что сейчас буду есть, так, давайте покажу еду, сейчас как-нибудь попробую красиво ее показать, так, ну, по еде все так же, это вкусный-вкусный салатик из свеклы и сладкого картофеля на этот раз, единственное, мало козьего сыра, что-то они пожалели от дома, козьего сыра нет, козий сыр, кстати, дорогой, это паста с тунцом, достаточно пресная, наверное, покупать ее не буду, либо нужно подумать там, чем-то поперчить и так далее, и вот новое открытие, салатик новый, это там, я не знаю, как эти листочки называются, нет, там по соседству был салат со спаржей, но это, нет, это, наверное, не то, вот, картофель, сладкий, это патат, и он тоже с тунцом, соответственно, это тунец, это тунец, овощи, ну, в принципе, в принципе, наверное, нормально, что за полная дурость, короче, нет, сейчас я уже закончу, буду есть, не остынет, не смешается, ой, слушайте, периодически просите, есть, попробуй шоколад, слушайте, не могу пробовать шоколад, вот просто не хочу, не нравится мне этот шоколад, потому что он очень сладкий, у меня прям каждый раз сводит, там, трахею, о, блин, трахею сводит, сейчас другую историю расскажу, что хотел сказать, шоколад, а, шоколад, шоколад я люблю, но я люблю чисто черный шоколад, плюс, там, либо с, лимонной и апельсиновой, там, с цитрусовой цедрой, либо с перцем, с черным перцем, или с чили, это вкусно, потому что там намешано что-то, а вот сладкий-сладкий шоколад, со сладким-сладким наполнителем, и так далее, я с детства не люблю, то есть для меня самое страшное воспоминание детства, это пористый белый шоколад, а, не знаю, любите, не любите, так же в детстве просто ненавидел шоколадки с наполнителем, вот как-то там что-то такое джемовое, блин, блин, сушки были для меня гораздо вкуснее, чем вот эти шоколады с наполнителем, вот с таким, поэтому нет, я вообще люблю еду, что вы знаете, во-первых, я консерватор, если я привык что-то есть, окей, ну, я пытаюсь сейчас это хотя бы как-то выходить из зоны комфорта, надо выходить или не надо, не знаю, вот, ну, я люблю, чтобы все было отдельно разложено, пусть оно на одной тарелке, но чтобы я видел здесь это, здесь это, здесь это, в принципе, я даже не люблю на следующий день салат из свеклы, потому что все уже в свекле окрашивается, получается единая масса, короче, вредный я, окай, аэрщик, тут захожу, а, мне от работы ехать порядка 45 минут, на общественном транспорте и, это совсем с выходом из дома и заходом прямо в офис, или на машине, на машине порядка 18 минут, ну, это получается где-то 1200-1300 на наши деньги, но порой, когда я еду на работу, там пробка где-то, я понимаю, что по времени одинаково, только одна поездка будет стоить там, условно говоря, 150 рублей в среднем, ну, наверное, со сменой двух видов транспорта, это про богатую жизнь, вот, либо на такси, на такси понимаешь, ну, что ты будешь сидеть вот в этой машине, да еще в пробке, думаю, ладно, окей, тут захожу в метро, иногда в метро ты попадаешь, вообще никого нет, это вот период ближе к 9 утра, когда все уже уехали, вот, поэтому золотым вагоном я не пользуюсь, потому что золотой вагон входишь, там порой нужно стоять, он вообще маленький, какой-то там вагон, то есть там места мало, вот, я поэтому всегда обычной карте езжу, как все, по наехе здесь, тут захожу, я много раз говорил, что я не чувствую запахов, поэтому мне все равно, я не чувствую людей, и тут я понимаю, что у меня просто сводит горло, потому что, откуда-то, какой, видимо, запах специй, прочего, прочего, не знаю, не знаю, что это, но я понимаю, что даже при отсутствии нюха, то есть мешать нечем, так что надо что-то делать, машину покупать, нет, не ходится, я посчитал смысл покупать, покупки машины здесь нет, одно дело, допустим, получить права, супер, купить машину, потом начинается, ее обслуживание и так далее, плюс платные дороги, бесплатные дороги, и все это ради того, чтобы, к примеру, раз в неделю, выходные куда-нибудь поехать, ну, по сути дела, если сложить все вот эти расходы, проще ездить на такси, и при этом, к примеру, если тут я, к примеру, закончился проект, или вообще что-то не понравилось, я уехал, куда я потом машину буду девать, там, за три копейки сдавать ее, там, вот на рынок в пустыне, нет, вот, короче говоря, мне приятного аппетита, пишите, звоните, нет, не звоните, конечно, пишите, спасибо большое за ваши лайки, как бы я стараюсь отвечать на ваши сообщения, но к концу недели, видите, там уже нерегулярно, то есть в день в день, когда размещается, да, я могу, вот так вот еще, в субботу, воскресенье, я могу отвечать, среди недели нет, о, среди недели нет, тут у меня с четверга на пятницу, сначала что-то ближе к вечеру, было много-много чего поотвечать, имейлы и прочее, нужно было поработать, потом я понял, что сна нет, и тут, значит, я вспоминаю, что приближаются выходные, нужно готовиться к сдаче экзамена, снова, за что люблю рынок недвижимости Дубая, это за то, что для того, чтобы быть агентом, вы должны сдать экзамен, вот, и это экзамен, там, условно говоря, несколько различных тем, это и связано с финансами, это связано с законодательством, это связано с этикой, поведение риэлтора, вот, ну, короче говоря, с четверга на пятницу, я уснул, наверное, часа в 4 утра, потому что я читал, вспоминал, какие-то просники свои читал, ну, то есть, вот то, что у меня было, год назад, виза, карта у меня была, но ты, когда ты, либо прекращаешь действие, ну, прекращаешь работать в агентстве, уезжаешь куда-либо, потом через паузу, когда ты возвращаешься, ты снова должен сдать экзамен, это, великолепно, вот, поэтому, поздравьте, меня сдал экзамен, это я сделал уже с пятницы на субботу, когда я понимаю, что мне никто не позвонит, тишина полная, что ничто не отвлекает, вот, ну, это был очень щадящий вариант, я успел все это там 10 раз перепроверить, все это делается онлайн, но все всегда с подвохом, потому что предложение, как правильно, сложно сочиненный, сложно подчиненный, вот это ответить, верно или неверно, или оба ответа верны, и так далее, вот, ну, и плюс много там где-то цифрки, ну, короче, облажался я на двух пунктах, я так полагаю, что по результатам, там не написано, на каком вопросе я облажался, там написано на какой теме, ну, короче говоря, это где-то я в цифрах ошибся, в принципе допустимо, допустимо, то есть это не самое важное, все остальное, знание законодательства и прочее, это хорошо, поэтому принимаю, здравление, и отдыхаю, сегодня, вчера я так находился, что ходить я вообще не умею, обувь я подбирать не умею, поэтому в Москве, когда передвигаешься, постоянно на машине, все нормально, когда ты передвигаешься, ну, короче говоря, я понимаю, что сегодня ходить я не хочу, не могу, мне больно, вот, но завтра, я полагаю, ну, во-первых, октоберфест, значит, где-нибудь можно куда-нибудь пойти, попить вкусного пива, а, б, хочу заглянуть, наверное, в ближайший молл, посмотреть что-нибудь из обуви, из одежды или чего-то, а я же еще этот самый, как, с каким-то непонятным рюкзаком хожу, все дорогое в Москве осталось, я специально не стал везти все это, а теперь нужно, вот у меня два компа, там, какие-то документы и прочее, соответственно, нужно что-то купить, в чем таскать комп элементарно, чтобы не подмышкой его таскать, соответственно, завтра, я полагаю, у нас будет короткий шопинг, не знаю, что-нибудь сниму, не сниму, буду всячески держать себя там подальше от всех магазинов, от всяких, ну, я человек простой, я хожу только в Зару, в Эберкромби, ну, и все, наверное, вот, ну, зайду туда, ну, наверное, ничего особо покупать не буду, потому что, ну, смысла нет, я посмотрел, половину вещей я не ношу, то есть, ношу, слушайте, пиджаки есть, различные рубашки строгие, там, допустим, все в синем цвете у меня есть, поэтому, нафиг, 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 вот, поэтому, вам хороших выходных, хорошего дня, вечера и так далее, ну, надеюсь, завтра что-то покажу симпатичное, поэтому все, пока-пока,